С 2009 года зафиксировать аварию по упрощенной схеме можно и в нашей стране. Процесс оформления документов о незначительном ДТП без участия уполномоченных НАТО сотрудников полиции достаточно быстрый и удобный. Прибегать к нему можно лишь в строго ограниченном количестве случаев, и для этого должен выполняться ряд обязательных условий. Первое – это события дорожных происшествий, в которые причастны два участника. Наличие события не оспаривается ни одним, ни вторым, и не возникает разногласий между ущербом, который там причинен. И материальный ущерб причинен только транспортным средством. Еще одно необходимое условие, при котором Европротокол может быть составлен – сумма причиненного ущерба не должна превышать 50 тысяч рублей. В случае мелкого дорожно-транспортного происшествия первым действием его участников после выставления аварийных знаков и фото- или видеофиксации события – заполнение бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии, который выдается страховой компании и должен быть в наличии у каждого водителя. И сделать это достаточно просто. Фиксируются все документы, которые имеются на руках у участников дорожного движения. Это данные по страховым полюсам ОСАГО, наличие документов – это серия номера, свидетельства о регистрации, государственные номерные знаки. Все в извещении о ДТП. Также там детально прописывается наличие повреждений в свободной форме. К сожалению, несмотря на всю комфортность и легкость оформления аварии по Европротоколу, не все наши граждане спешат ею воспользоваться. А это значит, что впереди еще немало работы, прежде чем Европротокол станет ассоциироваться с удобством и минимальными потерями времени и нервов водителей. И в продолжении темы. Екатерина Коваленко обратилась к автомобилистам с вопросом, считают ли они Европротокол удобным или все же готовы потратить время на ожидании сотрудников ДПС. В эфире рубрика «Видновчане об этом». Если не дай бог, сколько в этом мелкой аварии воспользовались? Уже воспользовался. Мне вот зеркало заднего вида разбили, как бы, и я по-своему там маялся, не знаю, сколько. А так получилось деньгами забрать. И я доволен. Надеюсь, да, а то ГАИ-то ждать приходится, ой-ой-ой, сколько. Там по полдня, ну, надеюсь, что удобно, но как жизнь покажет. Проще, конечно, ну, как бы, решить конфликт на месте и разойтись побыстрее, чтобы другим не мешать, пробку не создавать, там, не ждать ГАИ долго. Лично для меня бы это экономило время, потому что в аварии я редко попадала, но, тем не менее, когда вызываешь инспектора, это все длится гораздо дольше. А когда, да, когда оформляешь сразу, как бы, расписываешься там и едешь, дальше уже получаешь эти справки уже сама. Думаю, что удобно, потому что ГАИ-то надо ждать, ну, два-три часа, по-разному бывает. Думаю, что если человек изучил непосредственно, как это, то есть, если у него есть под рукой фотоаппарат или еще какая-то техника, которую можно производить съемку, я думаю, что можно это делать. Вот, только что все нюансы учесть.